Победа Трампа на выборах, конечно, ставит вопрос, это ли тренд мировой политики. Популисты, которые несут черт знает что, становятся властью. И что бы это означало? На самом деле это особо ничего не означает. Если мы смотрим реальные результаты выборов в Европе, скажем, шведские демократы, популистическая партия правого толка Швеции, набирает 20%. Конечно, это делает жизнь традиционных партий более сложной в Швеции, но никакой роли демократы Швеции там не играют. Но можно и дальше смотреть. Скажем, Германия с помощью России поднимают голову самые различные силы, какие-то антииммиграционные партии и так далее. Но, думаю, результат будет такой же. Если мы пойдем на выборы, федеральные побеждают старые партии. А, конечно, эти новые силы могут набирать какие-то голоса, но их роль не будет определяющей. Их 5% никакой картины не изменяют. Так что пока эти надежды некоторых людей, что эти нетрадиционные партии что-то там могут сделать, не оправдаются. Лучший пример этому, конечно, независимая партия Великобритании. Найчел Фарадж, который, как известно, и в почете у Трампа, который, конечно, много делал, чтобы Brexit прошел в Британии. Но если мы смотрим на реальные выборы в парламенте Британии, тогда мы неожиданно видим, что этот Найчел Фарадж на последних выборах в парламенте провалился. Как будто бы да, Brexit-то произошло. А человек, который все это Brexit-Brexit-Brexit, сам провалился. Ну как же так? Но это обычная политика. Кроме того, что мы несем какие-то идеи, мы должны быть достоверны для избирателей. Ну вот избиратели и послали этого Фараджа дальше. И так это и бывает. Сейчас в Москве огромная надежда, что, может быть, Майя Ле Пен Франция что-то может. Но у меня вот убеждение, и все это показывает, что у этой женщины нет никаких политических перспектив. Ничего не получается. Традиционные партии забирают свои голоса, и она ничего не получает. Ни в первом туре, ни в втором туре. Никаких шансов. И если мы спорим дальше, есть ситуация еще в Испании, там тоже появились несколько нетрадиционных партий. Лево-радикального толка и либерального толка. Но сколько этот кризис Испании с этими партиями продолжалось? Несколько лет. Несколько лет фактически мы не имеем стабильного правительства Испании, благодаря тому, что эти маленькие партии нетрадиционные не могут договориться с большими партиями. Но теперь смотрим результат всего этого дела. Мы имеем утвержденное правое правительство Испании. Это результат. Очередной раз эти нетрадиционные партии роли не играли, ничего у них не получилось. И думаю, избиратели тоже разочарованы, потому что не видно хотя бы какого-то позитивного результата от того, что люди за них голосовали. Ну сколько ты можешь голосовать за какого-то бородача, который ничего не делает? Это не может долго продолжаться. Это нереально. Поэтому, скажем, у Лепенов в Франции большая проблема. Они ничего не делают. И люди разочарованы. Так что правопопулистическая партия – это как бы одноразовый презерватив. Его надо немедленно использовать. Надо немедленно прийти к власти. Тогда, может быть, у вас будет какой-то результат. А если вы много раз кандидируете с одной платформы, а ничего не случается, тогда и у вас не будет этого результата. Скажем, единственный такой конкретный пример, когда был успех – это Йорк Хайдер из Австрии. Он был региональной политикой из Тироля. Это специфический, конечно, регион, как мы знаем из истории с Гитлером. Это абсолютно специфический регион. И там всегда были вот такие правопопулистические политики. И появления там Хайдера – ничего удивительного в этом нет. Но вот Хайдер сумел реализовать свой политический потенциал. Его партии в правительстве, они занимаются, у них какая-то политическая позиция, и партия живет. Потому что он сумел как-то себя реализовать. А все другие европейские, вот такие, нетрадиционные партии, то ли суперправого толка, то ли левориберального толка такого, или даже экстремистского левого толка. Они себя не реализовали никак. Они не в правительствах, и через пару выборов люди просто, их полтавня надоедает. Так что здесь, конечно, перспективы этих нетрадиционных партий хорошо не выглядят. Можем, конечно, привести пример только, скажем, Венгрию. Но, как вы знаете, Венгрия – это такой популистический тон разговора. Просто один из крупнейших традиционных партий взял на вооружение. А реально, которая вот суперправая такая реакционная партия, которая тоже есть в Венгрии, она осталась маргинальной силой. Конечно, люди просто боятся, что, может быть, традиционных западных обществ так и есть, но что будет с новыми демократиями? Что будет там в Рубынии, Болгарии, что будет там Польшей, если там будет Прибалтика, Прибалтики. Вот что их интересует, что там-то должна быть больше возможностей появления таких сил. Но пока мы это не видим. Польша у власти просто традиционная консервативная партия своей программой. Может быть, она довольно острая, эта программа, но ничего особенного. Что касается Прибалтики, да, Москва очень поддерживает всякие нетрадиционные партии, но они очень маленькие и никакой особой роли не играют, и поэтому Москва ориентирована все же, чтобы добиваться изменений через традиционные крупные партии, скажем, Латвии через партию, которая объединяет русскоязычное население, а Эстонии этим объектом работы Кремля является центристская партия. Так что в этом плане тоже пока никаких угроз, чтобы какие-то реакционные силы там сумели бы захватить власть, не видно. Но самым главным элементом в Восточной Европе и Средней Европы является работа Кремля. Кремль, конечно, сеет нестабильность в странах, где кто является его соседями. И эта работа он, конечно, ведет, конечно, это напрягает ситуацию в Европе, и это понятно. Но пока особой опасности демократиям, все же Европы, различных стран нет. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok